Одно из самых ранних зарегистрированных наблюдений астрономического явления относится к зодиакальному свету, который был описан в Коране. Изображен древними ацтеками и упомянут Аристотелем. Это слабое свечение в ночном небе, вызванное солнечным светом, отраженным от мелких частиц пыли на орбите вокруг Солнца. Я Джерри Вайнберг из обсерватории Дадли в Олбани, штат Нью-Йорк. У меня есть один из трех экспериментов Skylab в обсерватории Дадли. Мой эксперимент предназначен для измерения зодиакального света. Зодиакальный свет показан на этой картине, изображенной в виде этого слабого свечения, поднимающегося от лунной поверхности. Вот как это выглядело бы для астронавта в командном модуле. Здесь показан лунный экскурсионный модуль, спускающийся на поверхность Луны. Здесь показана Земля, здесь Венера, а Солнце находится на несколько градусов ниже горизонта. Слово «зодиакальный» происходит от зодиака, который представляет собой полосу вдоль неба, расположенную примерно здесь, вдоль которой Солнце, Луна и планеты движутся по небу. Если смотреть с Земли, зодиакальный свет сосредоточен вдоль этой полосы, и он ярче всего направлен к ней и к Солнцу. В нашем эксперименте на Skylab, который называется Джиджин Шейн, зодиакальный свет, который имеет номер S073, мы собираемся провести измерения с помощью небольшого телескопа и камеры яркости этого слабого свечения на небе во время всех трех миссий Skylab. Если посмотреть на Солнечную систему сверху, а это Земля, Солнце здесь, а Земля на орбите вокруг Солнца. Если ты посмотришь в любом направлении от Земли, через всю Солнечную систему, ты увидишь, что Солнечный свет отражается от любых частиц, которые находятся в этом направлении. Например, если я помещу сюда частицу, Солнечный свет ударит по этой частице и отразится обратно к Земле. То же самое происходит со всеми этими частицами в определенном направлении. Этот отраженный свет это то, что называется зодиакальным светом, и это то, что мы будем измерять в этом эксперименте. Джиджин Шейн, это еще одно проявление зодиакального света и происходит от немецкого слова, которое означает против свечения или яркости. Это просветление в небе напротив Солнца от Земли, так что если посмотреть в этом направлении, в сторону от Солнца от Земли, можно было бы увидеть, что небо здесь становится темнее, а затем начинает светлеть в этой области. Это сияние напротив Солнца от Земли, это явление, называемое Гиггеншайн. В нашем эксперименте будет использоваться научный шлюз или отверстие в космическом корабле, и астронавт выдвинет инструмент на 18 футов через научный шлюз туда, где он находится за этими большими солнечными панелями, которые всегда направлены к Солнцу. Во время части миссии мы также откроем еще один научный шлюз, который находится прямо напротив того, что обращен к Солнцу. Он будет обращен в этом направлении. Поскольку зодиакальный свет неравномерно распределен по небу, он ярче вблизи Солнца и в других регионах, мы должны просканировать наш телескоп по небу, чтобы сделать эти измерения. У нас есть управляющее оборудование внутри космического корабля, которое астронавт использует для программирования прибора, чтобы иметь возможность сканировать в разных направлениях разными способами или смотреть в одном направлении. Это инженерный блок того экспериментального оборудования, которое сейчас находится на борту Скайлэба. Он был разработан Центром космических полетов имени маршала НАСА, корпорации Мартина Мариетты, Денвер и обсерватории Дадли. В этом контейнере, когда инструмент не выдвинут, упаковано все оборудование для эксперимента, включая механизм выдвижения. Этот конец контейнера упирается в научный шлюз, а на его передней панели находятся несколько панелей управления, которые астронавт использует для управления оборудованием. Эти три панели управления используются астронавтом для настройки различных переключателей, которые управляют прибором для выполнения различных наблюдательных сканирований неба, которые нам нужны. В частности, эта коробка здесь представляет собой автоматическую программу, которая позволяет астронавту настраивать переключатели и выполнять программу без присмотра после того, как он инициировал запуск программы. Инструмент, показанный здесь, вытянулся на целых 18 футов. Он поддерживается направляющими рельсами, потому что в лаборатории у нас нет невесомости в условиях нулевой гравитации, как в космосе. Точно так же на этом конце, который содержит телескоп и систему камер, есть противовес, чтобы уравновесить его для операций, которые мы проводим в лаборатории. Когда прибор выходит из научного шлюза, он указывает прямо на Солнце. Этот прибор предназначен для наблюдения за очень слабым светом, который в миллион, миллион раз слабее солнечного. Мы должны отклонить прибор от этого направления по крайней мере на 15 градусов, прежде чем мы сможем начать проводить эти измерения. Чтобы заставить их двигаться, мы можем переместить их вокруг направления расширения и или в сторону от направления к Солнцу, как это происходит сейчас. Голова, которая представляет собой все, что находится за пределами этой точки, состоит из двух основных систем. Системы телескопических фотометров, которые показаны здесь, и системы камер здесь. Телескоп измеряет свет, поступающий с неба от звезд, зодиакального света и всего остального, и преобразует его в электрический сигнал, который затем отправляется обратно на Землю через систему телеметрии космического корабля. Камера периодически делает снимки, поскольку телескоп проводит регулярные измерения сканирования по всему небу. Два цилиндра на конце, это солнцезащитные щитки, которые блокируют прямой солнечный свет от попадания на объектив, и позволяют обоим приборам наблюдать с точностью примерно до 15 градусов от Солнца. Измерения, которые производятся с помощью телескопа, производятся при 10 различных цветах и измеряют яркость и поляризационные характеристики зодиакального света и звездного света. Затем они разделяются при анализе на Земле после того, как данные телеметрируются в Хьюстон. Этот телескопический фотометр здесь наверху, результат и продолжение исследований, которые мы проводили на Гавайях в период с 1961 по 68 год. Сама система по сути эквивалентна инструменту, который мы использовали все эти годы на Гавайях, и инструменту, который мы используем там сейчас. Во время миссии Skylab мы координируем наблюдения с Земли с наблюдениями с космического корабля, вместе с наблюдениями с использованием другого прибора на первом. Зонд Пионер, который сейчас находится на пути к Юпитеру и столкнется с Юпитером в декабре этого года. Одна из вещей, которые мы надеемся сделать, чего нельзя сделать с Земли, это смотреть в пределах 15 градусов от Солнца. Это невозможно сделать с поверхности Земли из-за конкуренции со стороны других источников света в атмосфере Земли и потому, что атмосфера поглощает часть этого света. Глядя с точностью до 15 градусов, а также рассматривая несколько цветов, мы можем получить информацию, которая иначе недостижима. На основе полученных нами данных, мы надеемся проанализировать детальную природу частиц, которые порождают зодиакальный свет. Например, мы хотим знать, являются ли частицы пыли, которые его вызывают, исходящими из пояса астероидов. Они являются результатом измельчения столкновений разных частиц? Это остатки первоначального облака газа и пыли, из которого развилась Солнечная система. Это тоже связано с хвостами Комет или это связано со всем этим? Анализ этих наблюдений расскажет нам кое-что о текущем состоянии пыли в Солнечной системе, что, в свою очередь, позволит нам сказать кое-что о ее происхождении и кое-что о ее эволюции. На что это будет похоже через тысячи лет? Одна из главных вещей, которую он также расскажет нам, каковы эффекты света рассеянного частицами, взвешенными в большой области пространства. Все наши знания об атмосферах планет, большей части Млечного Пути, пыли Солнечной системы, кометах, астероидах, получены из информации, получены от света, рассеянного такими телами, как это. Мы можем наблюдать эти вещи из космоса без осложнений, связанных с атмосферой Земли, и получать много информации, которую мы не могли бы получить иначе. Это непосредственно применимо к таким проблемам, как загрязнение атмосферы Земли, которое также вызвано отражением источников света от различных частиц. Например, солнечный свет отражается от различных частиц газа и пыли. Информация, которую мы получаем в результате этого эксперимента, имеет прямое отношение ко всем вещам, связанным со светом рассеянным частицами, будь то в городских районах, на больших высотах вблизи обсерватории, будь то спилотируемого или беспилотного космического корабля. Субтитры создавал DimaTorzok